В продолжении темы. В годовщину контрнаступления советских войск в битве за Москву глава Люберецкого района Владимир Ружицкий посетил ветерана войны, участника сражения за столицу Николая Афанасьевича Бондаренко. Спустя 75 лет Николай Афанасьевич, рассказывая о войне, заново переживает день, когда фашистская Германия напала на Советский Союз. Заново испытывает горькие чувства от страшных потерь, которые несла Красная Армия при отступлении. Я вам честно скажу, часто мне и поплакать хочется, когда вспоминаю. Обидно было в начальный период, ведь получилось как, фактически полгода армия наша не воевала, отступала только. А потом вдруг 12 октября поступил приказ. Ни шагу назад Сталин остается в Москве, и с этого началась драка за Москву. Осенью 41-го в составе зенитно-артиллерийского полка Николай Бондаренко прикрывал подступы к каналу Москва-Волга, питающего водой столицу. А в 45-м получил назначение в Люберце, где участвовал в строительстве цехов по ремонту вооружения войск ПВО. Всю свою жизнь Николай Афанасьевич Бондаренко отдал служению Отечеству. В отставку вышел в звании полковника. Что руководило нам и меня всю жизнь, да и всех, которые работали и воевали, были в советской армии, был принцип – долг, честь и совесть. В сентябре 2016-го Николаю Афанасьевичу исполнилось 97 лет. 75 из них он каждый год празднует Великий день. День – начало контрнаступления Красной Армии в битве под Москвой. И принимает поздравления. Он, по сути, герой. Это правда. И мы должны сказать таким людям, как Николаю Афанасьевичу, и здоровья, и долголетия, и спасибо, что вы сделали. Потому что на самом деле, может звучит это где-то, как вам сказать, высокопарно, но на самом деле вы обеспечили нам и жизнь, и мирное небо. Поэтому самое доброе вам пожелание, Николай Афанасьевич. Вам спасибо, что не забыли меня. Несмотря на возраст, Николай Афанасьевич не собирается сдаваться. Всех своих гостей он пригласил на празднование 100-летнего юбилея. Ольга Щевелева, Дмитрий Шарапов, Люберецкое районное телевидение.